Курс доллара снова вызывает беспокойство у жителей России. Он вплотную приблизился к психологической отметке в 85 рублей, а в отдельный момент и даже превышал ее. Такого не было с апреля прошлого года. Какова причина тревожных новостей с валютной биржи и чего нам ждать дальше, выясняла наша съемочная группа. Экономисты называют целый ворох причин очередной нестабильности на валютной бирже. Одна из важнейших, конечно же, непростая геополитическая ситуация, когда Запад грозит очередным, уже 11-м пакетом санкций. Кроме того, дефицит федерального бюджета достиг 3,5 триллионов рублей. Ну и торговый баланс у нас в последнее время отрицательный. Пожалуй, вот здесь нам надо очень серьезно задуматься, потому что торговый баланс упал, по сведениям некоторых экспертов, 4-5 раз. Я бы, пожалуй, этот фактор поставил бы превыше всех других. Также повлияло окончание налогового периода. То есть наши компании налоги плачут в рублях, а значит продавали валюту. А теперь ситуация стала обратной. Своё влияние оказала и волатильность цен на нефть, выручка от продажи которой, так же как и от газа, сократилась в половину. И всё это произошло почти одновременно. Конечно, нельзя сказать, что Центробанк на всё это взирал безучастно. Они постарались вмещаться, устроить свою интервенцию. И они стали сбрасывать и уани, которые Центробанка достаточно в большом количестве, чтобы успокоить рынок. В тот конкретный момент времени им это удалось. А что будет дальше, сказать пока сложно. Что касается прогнозов, то, конечно, по идее правительство не должно допустить падение курса национальной валюты до уровня 90 и ниже рублей за доллар. Это ещё больше дестабилизирует экономику. Что касается простых граждан, то, как говорят экономисты, у населения едва ли осталось сколько-то много сбережений, чтобы скупать евро, юани и прочее. Поэтому в такой ситуации остаётся только затянуть пояса.